Жители поселка Лапсары жалуются, что стали, цитата, заложниками транспортной реформы, стартовавшей в столице республики 1 декабря. Теперь автобус до Чебоксары приходится ждать по полчаса и больше, хотя курсировать он должен каждые 10 минут. Так ли это на самом деле, сегодня выясняла Вероника Павлова. Утро жителей поселка Лапсары начинают со штурма 46 автобуса. Одни опаздывают на работу, другие везут малышей в детский сад. На 1 декабря в Чебоксары ездил еще 10 автобус, потому добираться до города было намного проще, признаются лапсарцы, но его отменили. Мы ездим с пересадками, лучше было на десятке, потому что нежели мы ездим на МТВ, дорогу переходим, садимся на 43 маршрутку. Сложнее всего вместиться в Лиас в утренние и вечерние часы пик, говорят горожане. За место в салоне автобуса еще пару дней назад разворачивалась борьба. Сегодня наша съемочная группа села в транспорт без особых проблем. В час пик, конечно, много народу собирается, но автобусы полные едут. Сегодня просто хороший день дался. Обычно народу было больше. От Лапсар до Чебоксар сегодня курсирует только 46 автобус. Он входил и раньше, но в ходе транспортной реформы пересмотрели и расписание маршрута, и схемы его движения. Теперь 46-й пустили и по улице Николаева, и по улице Гладкова. То есть одна машина, выезжая с Лапсар, добирается до юго-западного района через Николаева. Следующая наконечную остановку едет через Гладкова. Какой 46-х откуда проезжает, указано на лобовом стекле автобуса. Диспетчер Денис Баранов говорит, из-за разных схем движения порой интервалы не всегда соблюдаются. Заявленный интервал 10 минут, он именно с этой остановки. А на остановке Николаева, так как они чередуются, интервал уже увеличивается. Они ходят через одного, интервал получается 20 минут. Но бывает там увеличивается интервал до 2 минут, ну 22-23 минуты, потому что пробки бывают. Сейчас я ехал, вместо 50 минут я и это минуту 57 ехал, потому что на ранданке пробки. Мы решили выяснить, как часто здесь ходят автобусы и сколько нам придется мерзнуть на остановке. Сейчас на часах 8.01. 46-й автобус вместе с пассажирами отправился в Чебоксары. Будем ждать следующий и посмотрим, через сколько мы его дождемся. Время 8.10. Следующий автобус подъехал. Мерзнуть не пришлось. Транспорт приехал вовремя. Но жители не устраивают, что на остановке нет информационного табло. И узнать, когда сюда приедет следующий автобус, просто негде. Пожелание наше, чтобы быстрее повесили схему и график движения маршрута интервалами. Так как действительно мы не знаем, как он курсирует по времени и схеме движения полностью. Приложение предлагают скачать? Поймите, что пенсионеры этим не пользуются, во-первых. Ну не у всех есть доступ к этому приложению. И я приложение открывала, там информация не отображается полностью. В Чебоксарской администрации отметили, перебои в работе приложения БАСЧЕП были, но их устранили. Также чиновники считают, что увеличивать интервал движения транспорта на этом маршруте не стоит. На линии работают 10 автобусов средней вместимости. Это новые автобусы, которые только что поступили с завода. Они вполне справляются. И интервал составляет не менее 10 минут в утренний час пик. Значит, в межпиковое время интервал чуть увеличивается до 15-20 минут. Но этого вполне хватает, чтобы справиться с тем пассажиропотоком, который на данном маршруте. В городской администрации также отметили, к мнению неравнодушных горожан прислушиваются и принимают от них дельные советы. И добавляют, уже произошедшим изменениям просто нужно привыкнуть. Вероника Павлова, Михаил Солин, Екатерина Ингалакова, Вести, Чуваша.